И так далее, начиная с того, что там деревьев, можно научить чувствовать сначала живое. Как вот дерево. Вы можете отличить любое дерево одно от другого по ощущению дерева. Это время. Просто держа на расстоянии рук, вы можете почувствовать от потока дерева. Вы можете обратиться к дереву с просьбой, и оно мысленно даже, и оно ответит, и вы почувствуете ответ. И так далее. И многие моменты такие, ну это двухсловно-дем, это нужно целую систему обучения провести, чтобы человеку объяснить, но действительно человеку просто хочу, оно ничего не поможет. Это необходимо, желание это дело хорошее, но оно недостаточное. Поэтому здесь нужно много моментов, которые, к сожалению, в двух словах не скажешь, но все равно многие вещи можно начинать любому человеку. И не знать, что все, к сожалению, достигнут успеха, опять-таки не потому, что кто-то хуже и лучше, потому что каждый человек имеет свои таланты, задатки. Если все можно задать кисти и краски, все могут нарисовать, правильно? Что-то. Но вопрос, все ли станут мастерами типа Рафаэля, то же самое Рембрандта, Тициана и других. Все ли станут? Нет. Потому что человек может ставить в другом деле то, что от него от природы есть. Просто нужно всегда найти то, что твое. В этом деле добиваться максимально. Поэтому если вы попробуете, но все равно развивать себя в определенной мере в этом аспекте нужно всем, независимо, кто это, художник, физик, токарь, каменщик и так далее. Все люди, хлебороб, все люди любых специальностей могут себя развивать до определенного уровня. И они развивают достаточно, чтобы многие вещи были доступны. Может, не все, но кое-что доступным станет. Просто никто этим не занимается и ни один этим не делает. Потому что наши предки раньше рубили лес, и лес не мстил им. Вы знаете, что лес может уносить энергетические удары, если начинают гибнуть деревья? Знаете, да? Некоторые испытывают на себе. И человек может даже умереть от этого. Но если правильно подойти, то лес не будет убивать, но вот поможет. Хотя вы деревья будете сваливать. Так же, как и рубить, как и другие случаи. То есть нужно понимать многие нюансы. Просто наши предки многие не понимали. И для них было придумано разные, такие своеобразные, это не молитвы, а разные, так сказать, обращения. Типа, как нужно обращаться к дереву, как вот животное убивают. Нужно что-то говорить, когда убили животное. Чтобы потом можно было есть без опасения, что это убьет тебя. И, как ни странно, все это работало. Потому что с детства их обучали элементарным вещам, связанным с психоэнергетикой. Не все становились волхвами, что естественно. Но все могли на уровне бытовом применять определенные знания психотехник для того, чтобы обеспечить здоровую жизнь себе и своей семье. Вот это нужно восстанавливать, только уже не слепо просто повторять какие-то слова, а чтобы люди понимали, как это и что происходит. Тогда все будет хорошо. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают, можно ли спасти человека, которого мы превражили разным тяжелым черной магией, освободить. Освободить-то можно, но для этого нужно, чтобы человек этот сам хотел. Обычно я всегда делаю, если я вижу, что это что-то напускное, я снимаю человека то, что его заставило делать, С − ой, прохватил. С − ой, прохватил. А-ва. С 83-с ч- đо.